ОТРАВА Пётр Петрович Лысов – идеалист до конца ногтей, хотя и служит в банкирской конторе «Кунст и Ко». Он поёт с женьким тенором, играет на гитаре, помадится и носит светлые брюки. А всё это составляет признаки, по которым идеалиста можно отличить от материалистов. За десять верст. На Любочке, дочери отставного капитана Кадыкина, он женился по самой страстной любви. Верите ли, он так любил свою невесту, что если бы ему предложили выбирать между миллионом и Любочкою, то он, не думая, остановился бы на последней. Чёрту, конечно, такая идеальность не понравилась, и он не применил вмешаться. Накануне свадьбы чёрт зачастил именно с этого времени капитан Кадыкин позвал к себе в кабинет Лысова и, взяв его любовно за пуговицу, сказал, «Надо тебе заметить, любезный друг Петя, что я некоторым образом того уговор лучше денег, чтобы потом, собственно говоря, не было никаких неудовольствий. Надо нам заранее уговориться. Ты знаешь, я ведь за Любочкой не того». «Ничего я за Любочкой не даю». «Ах, не всё ли это равно?» – вспыхнул идеалист. «И за кого вы меня принимаете? Я женюсь не за деньгах, не на них, а на девица». «Я ведь это для чего тебе говорю? Для того, чтобы ты всё-таки знал. Человек я, конечно, не бедный, имею состояние. Но ведь сам видишь, у меня кроме Любочки ещё пятеро. Так-то, друг мой, любезный Петя». Капитан вздохнул. «Оно, конечно, и тебе трудно будет. Ну, да что делать? Крепись как-нибудь. В случае, ежели что-нибудь этакое, где-то родность там, или другое какое-то событие, то могу помогать. Понемножку могу. Да сейчас могу». «Выдумали». «Ей-богу!» – махнул рукой Лысов. «Сейчас я могу тебе четыреста рублей одолжить. Больше извини. Хотел бы дать, но хоть режь». Кадыкин полез в стол, достал оттуда какую-то бумагу и подал её Лысому. «Набери», – сказал он. «Ровно четыреста. Я бы и сам получил по этому исполнительному листу. Да знаешь, возиться некогда. А ты, когда захочешь, тогда и получишь. Прямо без всякого стеснения ступай к доктору Клябову и получай. А ежели он зафордыбится там, то к судебному приставу. Что служил, как не отнекивался Лысов и как не доказывал, что женится не на деньгах, а на девице, но кончил тем, что сложил в четверо исполнительный лист и спрятал его в карман. На другой день, возвращаясь в карете свинчания, Лысов держал Любочку за талию и говорил ей, «Третьего дня ты плакала, что у нас в семейном очаге фортепиано не будет. Радуйся, Любушка. Я тебе за четыреста рублей пианино куплю». После свадебного ужина, когда молодые остались одни, Лысов долго ходил из угла в угол, потом вдохновленно мотнул головой и сказал жене, «Знаешь что, Люба, не лучше ли нам подождать покупать пианино?» «А как ты думаешь? Давай-ка мы сначала мебели купим. За четыреста рублей отличную меблировку можно завести. Так, разукрасим комнаты. Чертям будет точно. В ту комнату мы поставим диван, кресло шелк. Так, знаешь, обивкой шелковой. Перед диваном, конечно, круглый стол с какой-нибудь там эдакой, черт ее побери, заковыристой лампою. Здесь вот мы поставим мраморный рукомойник. Вы понимаете? Ха-ха. В этом промежуток мы втиснем гардероб или комод там с туалетом, естественно. То есть, черт знает, как хорошо все это выйдет. Нужно будет и занавески к окнам. Да, и занавески. Завтра же пойду к этому доктору. Только бы мне застать его, черта. Эти доктора, народ жадный. Имеют привычку чуть свет на практику выезжать. Уж ты извини, Люба, я завтра пораньше встану. В восемь часов утра Лысов тихонько встал, оделся и отправился пешком к доктору Клябову. Без четверти в девять он уже стоял в докторской передней. Доктор дома спросил он горничного. — Дома-с-с! Но они спят и не скоро встанут-с! От такого ответа лицо Лысого поморщилось и стало таким кислым, что горничная испугалась и сказала — Если он вам так нужен, то я могу его разбудить. Пожалуйте в кабинет. Лысов снял шубу и вошел в кабинет. — А хорошо живет Каналия, — подумал он, садясь в кресло и оглядывая обстановку. Одна софа, небось, рублей четыреста стоит. Минут через десять послышался отдаленный кашель. Потом шаги. И в кабинет вошел доктор Клябов, неумытый и заспанный. — Что у вас? — спросил он, садясь против Лысого. — Я, господин доктор, собственно говоря, не болен, — начал идеалист, мило улыбаясь. Я пришел к вам по делу. — Видите ли, я вчера женился, и мне очень нужны деньги. Вы меня премного обяжете, если сегодня заплатите по этому исполнительному листу. — По какому исполнительному листу? — вытрощил глаза доктор. — А вот поэтому. Я, Лысов, и женился на дочери Кадыкина. Я ему, зять, и он, то есть тесть, передал мне этот лист. То есть Кадыкин. — Бог знает что. — махнул рукой Клябов, поднимаясь и делая плачущее лицо. — Я думал, что вы больны. А вы с ерундой какой-то. Это даже бессовестно с вашей стороны. Я сегодня в седьмом часу лег. А вы черт знает из-за чего будете. Порядочные люди уважают чужой покой. Мне даже совестно за вас. — Виноват. Я думал, сконфузился Лысов. Я не знал. И, видя, что доктор уходит, он поднялся и пробормотал. — А когда же прикажете за получением приходить? — Никогда. Я этому Кадыкину уж тысячу раз говорил, чтобы он оставил меня в покое. Надоели. Тон и обращение доктора сконфузили Лысова. Но я злили. — В таком случае, — сказал он, — извините, я должен буду обратиться к судебному приставу и наложить запрещение на ваше имущество. Сколько угодно. Этот ваш Затыкин, или как его, Кадыкин, знает, что имущество не мое, а жены. Выйдя от доктора, Лысов был красен и дрожал от злости. — Невежа, — думал он, — скотина. Живет так богато, имеет практику и долгов не платит. Ну, постой же, постой. Вечером, вместо того, чтобы ложиться спать, Лысов сел писать к доктору письмо. В этом письме он, категорически и угрожая судебным приставам, просил уведомить его, в какой день и час доктора можно застать дома. Не получив на другой день ответа, он послал еще одно письмо. Наконец, истратив попусту шесть городских марок, он возмутился и пошел к судебному приставу. Пока он таким образом писал письма и делал визиты к судебному приставу, время шло, и натура человеческая работала. Лысову скоро стало казаться, что 400 рублей ему необходимы крайне, позарез. Что удивительно, как это он мог ранее без них обходиться? Не говоря уж о меблировке, которую можно отложить на будущее. Этими деньгами нужно уплатить прежние долги портному в лавочку. Когда дней через десять после свадьбы Любочка попросила у Лысова пять рублей для кухарки, то тот сказал. Это уж я из докторских ей дам, а сейчас у меня нет. Знаешь что? Схожу-ка я сегодня к доктору, попрошу его, чтобы он хоть по частям выплачивал. На это он, наверное, согласится. Придя к доктору, он застал у него в приемной много больных. Пришлось ожидать очереди. Прочитав все газеты, лежавшие на столе, и, истомившись до сухоты в горле и нытья под ложечкою, он, наконец, вошел в кабинет доктора. Вы опять? Поморщился Клябов. Лысов сел и чистосердечно объяснил доктору, как Кадыкин подарил ему исполнительный лист и как нужны ему деньги. Вы можете мне по десяти рублей выплачивать? Кончил он. Я и на это согласен. Вы, извините, просто психопат. Ухмыльнулся Клябов. Кто же, скажите, пожалуйста, принимает в подарок исполнительные листы? Я принял, потому что думал, что вы будете того добросовестны. Вот как? Не вам-с говорить о добросовестности. Вы знаете, откуда взялся этот долг? Когда я был студентом, то взял у вашего тестя только пятьдесят рублей, а остальные же все проценты. Я не заплачу. По принципу не заплачу ни копейки. Возвратился Лысов домой от доктора утомленный и злой. Не понимаю я твоего отца, сказал он Любочке. Ведь это низко, подло. Точно у него не нашлось для меня четырехсот рублей. Мне приданного не нужно. Но я из принципа. Я теперь с твоим отцом и говорить не хочу. Скряга. Грошовик. Назло вот поди и скажи ему, чтобы он взял свой глупый исполнительный лист и вместо него прислал мне четыреста рублей. Слышишь? Поди, так и скажи ему. Как же я ему скажу? Мне неловко. Петя. А, для тебя он, значит, дороже мужа. По-твоему, он прав. Я не взял с него ничего приданного. И он же еще прав. Любочка заморгала глазами и заплакала. Начинается. Пробормотал Лысов. Этого еще не доставало. Но, пожалуйста, матушка, без этих штук у меня, чтоб этого не было, меня, брат, этим не убедишь. Не проймешь. Я этого не люблю. Можешь у папеньки реветь, а здесь тебе не место. Слышишь? И Лысов постучал по столу корешком книге. Этим стуком и завершился медовый месяц.